МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решение не случайно. Более 70% предприятий региона работают на военно-промышленный комплекс страны. И как магнитом приманивают иностранные разведслужбы. В 1956 году Горькие посетили 78 иностранцев из капиталистических стран. В их числе находились 22 разведчика. А в 1957 году уже 245 иностранцев, среди которых было 26 разведчиков из состава дипломатического корпуса. Одни собирали данные о ведущих оборонных предприятиях, например, о Красном Сормове и авиационном заводе. Другие занимались изучением плана города, пытались выяснить дислокацию военных частей. Самолеты, танки, БТР, подводные лодки, радиолокационные комплексы. В Горьком сосредоточены практически все отрасли оборонки. Самые передовые технологии под грифом «Секретно». О том, что производят в конкретном цеху, знают лишь те, кто там работает. И только сейчас, спустя десятилетия, можно оценить масштабы. Предупрежден, значит, вооружен. Поэтому нет смысла разрабатывать новейшее оружие, если оно перестает быть новейшим после того, как о нем узнает, скажем так, супостат. Поэтому режим сохранения гостайны актуален сейчас. Он будет всегда актуален, пока есть оборонная промышленность. Завод «Красная Сормова» строит дизельные подводные лодки. Суда на подводных крыльях и самый большой в мире летательный аппарат. Экраноплан КМ. В 1967 году спускает на воду «Скат» — первую атомную подводную лодку. Особое конструкторское бюро ОКБ при заводе номер 92 развивает атомное машиностроение. Реакторы первого в мире атомного ледокола «Ленин» изготовлены в Горьком. НИИ «Кварцы» — завод имени Фрунзе. Пионеры в выпуске радиоэлектронной и измерительной аппаратуры. На авиационном заводе собирают лучший в мире истребитель МиГ-21. Здесь же в 60-х годах создают систему «Орбита», которая через искусственные спутники Земли обеспечивает устойчивую радио- и телевизионную связь со всей территорией СССР. На страже советских границ артиллерия и ракетные зенитные комплексы Горьковского машиностроительного завода. Огромное количество стратегической химии производится на предприятиях Держинска. От отравляющих веществ и средств защиты от них до материалов для авиационной и космической промышленности. На газе налажен серийный выпуск первого в мире плавающего бронетранспортера БТР-60. Политический вес стране придает разработке ядерного центра «Арзамас-16», РДС-1 и РДС-6С — атомная и водородная бомбы. Резисторы завода «Орбита» используют в аппаратуре первых искусственных спутников Земли. Огромное количество предприятий, которые находились и находятся на Горьковской и Нижегородской земле, выпускали продукцию, имеющую огромное стратегическое значение. И кроме этого, предприятий, которые ее выпускали, были еще и научные связи с институтом, и конструкторизм бюро, то есть мозги, мозги Родины, мозги нашего оборонно-промышленного комплекса. Горький закрыт на 32 года от иностранцев, но не от жизни. В 1962 году в городе проходит первый в Советском Союзе фестиваль современной музыки. Участники фестиваля — Иван Козловский, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович и даже несмотря на закрытость города, американский пианист Ван Клиберт. Свои произведения исполняют Тарам Хачатурян, Дмитрий Ковалевский, Тихон Хренников, Дмитрий Шостакович. Осознавать, что у нас город закрытый, мы вообще никак не осознавали, потому что настолько у нас была бонная и интересная жизнь в городе. У нас регулярно приезжали все ведущие артисты. Все считали своим долгом обязательно посетить ЦКБ, потому что сюда на подводных крыльях они стали визитной карточкой нашего города. У нас были такие, как говорится, известные на весь мир люди, как Шостакович, Ростропович, Людмила Лядова, Вия Артмана и многие-многие другие. Ну и, конечно, не обошлось без всех первых космонавтов. Это у нас были и Гагаин, и Титов, и там дальше Севастьянов. В Горьковских институтах учатся представители всех братских республик. Студенческие стройотряды работают на главных стройках страны. Медицинские центры проводят современные операции и принимают самых тяжелых пациентов. Статус секретности с города снимают в сентябре 1991 года. И это уже не Горький, а снова Нижний Новгород. К этому времени закрытые границы уже не гарантируют сохранность секретов. Работают другие надежные способы защиты информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова